Дом – это место, в котором кто-то живет. Священное пристанище для нашей жизни. Но не всякий дом – это убежище. Оставайтесь с нами, и вы узнаете, как Бог может принести исцеление в ваш дом. Добро пожаловать на «Мировое влияние». Я Билли Уилсон. Сегодня я нахожусь у себя дома, поскольку мы будем говорить об исцелении дома. Сегодня я из моего дома буду обращаться к вашему дому и верю, что Бог коснется вас во время этой программы. Семьи всегда находятся под атакой в нашем мире. В мире происходит много всего, но за последние 15 лет замечены сильные нападки на семью. Ваша семья тоже переживает атаки. Но Иисус хочет принести исцеление вашим эмоциям, телу, духу, разуму и семье. В этой программе мы поговорим о семье и об исцелении семьи и дома. А затем мы рассмотрим конкретные шаги, которые вы можете предпринять, чтобы пережить Божие исцеление в своем доме уже сегодня. Если вашей семье нужна помощь, то прошу вас позвоните мне по этому номеру. Может, вы переживаете развод, или ваши дети отошли от Бога. Чтобы это не было, позвоните нам или зайдите на наш веб-сайт. Там вы сможете рассказать нам свою историю. И мы обязательно помолимся за вас. Чтобы не происходило, в вашей жизни всегда есть надежда. Вы должны помнить об этом. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Сегодня мы говорим об исцелении наших домов. Я вернусь буквально через минуту, и мы поговорим о том, как Целитель Иисус может прийти в ваш дом и принести свое исцеление. Наше определение дома изменилось. Когда-то дом состоял из детей, родителей, бабушек и дедушек, и даже прабабушек и прадедушек. И все они жили под одной крышей. В западном мире мало кто следует этой модели сегодня. Домов с родителями-одиночками сегодня больше, чем домов с двумя родителями. Бабушки и дедушки заботятся о каждом 12-м ребенке. Как минимум по три часа в день. Половина новых домов появится в этом году в результате сожительства взрослых людей. Большинство из них поженятся, но очень многие распадутся. Эта вероятность увеличивается в четыре раза, если один из партнеров уже сожительствовал с кем-то ранее. 37% детей проведут какое-то время в сводной семье. Каждая пятая женщина страдает от домашнего насилия в какой-то момент своей жизни. Наверное, не стоит удивляться тому, что некоторые пары не заводят детей, или тому, что только в США происходит 100 разводов в час. Мы называем такие дома и семьи неблагополучными и связываем их проблемы с низкими доходами, психическими расстройствами и даже с вероятностью жестокого насилия. Но это не всегда так. Исцеленный дом не обязательно имеет какую-то конкретную структуру или определенный уровень дохода. Но он предоставляет эмоциональную поддержку, любовь и защиту. Здоровый дом воспитывает сильный моральный характер, физическое здоровье и оптимистичный настрой. Совместный ужин способствует улучшению оценок, снижению стресса, улучшению семейных отношений и серьезному сокращению употребления алкоголя и наркотиков. Какой бы ни была структура вашей семьи или ее прошлое, она не должна оставаться неблагополучной. Ваш дом может быть исцелен. Попросите Бога исцелить его сегодня. Сегодня мы говорим об исцелении вашего дома и о том, что Бог хочет исцелить ваш дом, независимо от ситуации. Вначале давайте поговорим о простых принципах, связанных с семьей и домом. Во-первых, дом или семья — это Божья идея. Бог сделал Еву из тела Адама, представил ее Адаму, и они стали первой парой, первой семьей. Дом был Божьей идеей. Что бы ни говорили проповедники, Бог задумал дом как главное место пребывания человека на земле. В притчах 18 главе сказано, «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». Семья и брак — это хорошо в глазах Бога, и они являются инструментами для исполнения воли Божьей. Ричард Милнес сказал так, «Христианский дом — это мастерская господина, где процессы по формированию характера проходят тихо, с любовью, верно и успешно». Но всего через одно поколение, после Адама и Евы, которые основали первую семью или первый дом, пришли проблемы, пришел грех, и из-за него дом наполнился болью и тоской. Так мы подходим к моему второму пункту, который гласит, что дом — это мишень сатаны. Недавно я прочел одну цитату. «Семья в своем старом смысле исчезает с нашей земли, и это угроза не только для наших институтов свободы, но и опасность для существования всего нашего общества». Кстати, эта цитата взята из ежеквартального отчета Бостона за 1859 год. «Атаки, которые переживают семьи, не являются чем-то новым». Столетиями сатана направлял на дом и семью свои главные стрелы. Он знает, что если он сможет одержать победу в доме, то сможет победить и в обществе. Он сможет победить в районе, в стране и даже в целом мире. Мы должны научиться использовать в наших домах Божью благодать и работать против нападок сатаны на наши дома. Дом — это Божья идея. Дом — это мишень сатаны. И в-третьих, дом — это часть миссии Иисуса. Из Библии мы знаем, что Иисус в Своем служении посещал множество домов. Он был в гостях у разных людей, служа им Божией любовью и исцелением. Мы также видим, что во время Пасхи, когда Бог собирался принести разрушение в Египет, израильтяне собрались у Себя дома. Они нанесли кровь на косяки дверей, и разрушительная сила, которая действовала в ту ночь, прошла мимо них. Бог защитил их дома. Но давайте рассмотрим местописания, которые помогут нам понять, что Иисус пришел, дабы послужить домам и семьям. В Евангелии от Луки, 19 главе 5 стихе, сказано, «Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо бы мне быть у тебя в доме». Иисус пошел домой грешнику, чтобы принести спасение в его дом. А в книге «Деяния» мы видим, как Бог служит и спасает целые семейства. Это 10 глава, 24 стих. «В следующий день пришли они в Кесарию. Корнили же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнили встретил его и поклонился, пав к ногам его. Евангелие пришло к язычникам через дом Корнилия. Петр увидел этот дом видения, пошел туда и проповедовал там». Еще один случай — это «Деяния» 16 глава. Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его. Эти слова из истории о том, как Павел и Сила освободились из тюрьмы в Филиппах. Тюремщик прибежал к ним и спросил, что ему нужно сделать, чтобы спастись. Они ответили ему, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Миссия Иисуса включает в себя дома и семьи. Иисус хочет прикоснуться не только к вашей жизни, но и к жизни всей вашей семьи, ко всем, кто живет в вашем доме. Нам следует понять еще один принцип. Дом — это не только Божья идея, мишень сатаны и часть миссии Иисуса, но и место обретения исцеления. Когда Иисус служил в разных домах, Он всегда приносил с собой исцеление. Вспомните те случаи, когда Иисус исцелял людей у них дома. Слуга сотника был дома. Иисус произнес слово, и слуга был исцелен у себя дома. Иисус приходит в дом Петра, возлагает руки на его тещу, связывает горячку и исцеляет ее. Двое слепых пришли в дом, в котором остановился Иисус, и получили исцеление. Девочка воскресла из мертвых прямо у себя в спальне. Сын царедворца был болен и исцелился у себя дома. Дочь серфиники Янки была исцелена прямо там, где она находилась. Иисус, сын одного человека, одержимый бесами, получил свободу у себя дома. Все это доказывает, что Иисуса волнуют наши семьи. Его волнуют наши сыновья и дочери. Его волнует наш брак. И Он желает принести исцеление в наш дом. Я прошу вас, оставайтесь с нами, и через минуту мы поговорим о том, как Бог может принести исцеление в ваш дом уже сегодня. Вот почему вы слышите мой голос. Один шаг ведет к следу на всех континентах. Мы хотим готовить студентов, готовых к лучшей работе не только в Оклахоме, но и даже в Шанхае. Они могут быть лучшими в своей сфере, слышать голос Божий и приносить разницу для Царства Божьего, где бы они ни работали и ни служили. Цель моей жизни очевидна. Одно доброе дело освещает тьму. Наш голос может казаться порою тихим. Одно прикосновение сострадания приносит исцеление сломленным. Одно видение высвобождает силу для целостного обучения человека в духе, разуме и теле. Один прыжок преодолевает ограничения и дает новое определение тому, что возможно, и дает новое определение тому, что можно делать сегодня. Высокие академические способности плюс Святой Дух. Именно такая комбинация создает людей, которые меняют мир. Хотите попробовать сами? Уникальный учебный опыт, объединяющий все всемирное сообщество в одном студенческом городке. Разделяя одну цель и одно предназначение, университет Орала Робертса. Университет Орала Робертса. Гуляя по этому студгородку, я чувствую помазание и призвание всех тех людей, которые ходили здесь до меня. Международный центр — это место, созданное для помощи международным студентам во всем, что им может понадобиться. В студенческом городке представлено всего более 90 стран. Просто невероятно наблюдать за тем, как рожденные свыше верующие, собранные вместе здесь. Могу сказать, что университет Орала Робертса изменил мою жизнь. А сейчас один из наших экспертов расскажет вам о современной семье. Оставайтесь с нами, и вы услышите очень важную информацию об исцелении вашего дома в наши дни. Я лицензированный соцработник с 20-летним опытом работы. В моей практике было все, от беременной дочери пастора до матери, злоупотребляющей медикаментами. Я работаю с разными ситуациями и заметила, что когда людям больно, они совершают ошибки. Они принимают решения, которые в обычных условиях им не свойственны. Во-первых, вам нужно осознать проблему перед тем, как предпринимать какие-то шаги. Страшно признать, что нужна помощь именно нам, а особенно христианам. Некоторые христиане чувствуют огромную вину. Если бы я был хорошим христианином, у моей семьи не было бы проблем. У моей дочери не было бы проблем. Мой брак не был бы таким. Но мы всего лишь люди, которые имеют прекрасного спасителя. Поэтому очень важно признать, что у нас есть нужда и не чувствовать осуждения за это. Лучше смириться и сказать, «Господь, я хочу впустить тебя в мою боль. Я сделаю все, о чем ты попросишь, зная, что ты проведешь меня через эту ситуацию. Я смиряюсь перед тобой». Существует несколько мест, куда может обратиться христианин за исцелением своего дома. Многие церкви предлагают помощь групп поддержки прямо в церкви. Часто такую помощь можно получить при проблемах с алкоголем, нарушениями питания, порнографией и депрессией. В некоторых церквях есть группы для родителей с детьми с особыми потребностями или для жертв насилия. Зачастую нам нужен тот, кто знает нас давно и хорошо. Пасторы, лидеры домашних групп, зрелые христиане могут предложить свою мудрость, свой опыт, утешение и силу молитвы. Некоторые люди посвящают свою жизнь исцелению домов и семей. Рожденные свыше психологи, психиатры и консультанты могут предоставить вам инструменты, которые помогут вашей семье. Люди, которые сражаются в одиночку, терпят поражение в 90% случаев. Если объединить личные усилия с этими тремя составляющими, то это гарантирует успех на 90%. Ваш дом может быть исцелен. Простые вещи, которые люди могут делать, чтобы улучшить свою жизнь, это принимать пищу вместе и сделать это своим приоритетом. Нужно научиться проводить качественное время со своими детьми. Например, можно ходить на так называемые свидания с каждым из ваших детей. Регулярно посещайте церковь всей семьей. Практикуйте дома то, что вы узнали в церкви. Дети должны видеть, как их родители живут Евангелием, а не просто говорят об этом по воскресеньям. Нам очень повезло. В наше время очень много семейных семинаров, занятий для родителей, и люди должны пользоваться этими возможностями, даже если в их браке все прекрасно. Возможно, через год вы наткнетесь на какой-то подводный камень и обязательно молитесь вместе. Дух Святой должен быть в центре, а Иисус должен быть Господом вашей жизни. И если мы поставим Его на первое место, то семейная жизнь будет процветать. Важно помнить, что брак придумал Бог, семьи придумал Бог. Он целитель семьи. И пока Христос остается центральной фигурой нашего дома, а для этого, поверьте, нужно прилагать усилия и время, то такая семья сможет победить любую проблему. В нашей жизни есть целитель Иисус, и поэтому мы всегда можем рассчитывать на исцеление наших семей. Сегодня мы говорим об исцелении дома и семьи и о том, что Бог хочет принести исцеление не только в вашу жизнь, но и в ваш дом и вашу семью. Древняя китайская пословица гласит, ни один дом не может повесить надпись, здесь нет никаких проблем. Правда в том, что всем нам нужна помощь. Я хочу дать вам несколько шагов к Божьему исцелению вашего дома. Во-первых, вам нужно диагностировать болезнь. В книге Левит 14 главе говорится о проказе и о том, как ее определить. Вначале говорится о проказе на кожу человека и о том, как понять, прокаженный человек или нет. А потом говорится о проказе не только на одежде, но и в доме. Там сказано, что на стенах дома появляются пятна, если на доме есть проказа. Приходил священник, смотрел на эти пятна и говорил, давайте извлечем кирпичи с пятнами и установим на их место новые кирпичи. Закроем дом на семь дней, посмотрим, излечился ли он. Со стен соскабливали пятна, удаляли всевозможные бактерии, чтобы очистить дом. Если в доме продолжали появляться признаки болезни, то его сносили. В Ветхем Завете Бог показал человеку, как понять, что его дом нуждается в исцелении. И я верю, что он поможет вам понять, что нужно сделать в вашей семье и в вашем доме сегодня, в 21 веке. Бог желает исцелить ваш дом, но прежде всего нам нужно признать реальность и принять диагноз. Может, сегодня вы в вашем доме боретесь с гневом, неудачами, непрощением, пренебрежением или совершенными вами ошибками. Все мы допускали ошибки в воспитании наших детей. Несколько лет назад Джей Кэстлер написал книгу о 10 ошибках, которые родители допускают в воспитании подростков. Каковы же они? Давайте рассмотрим. Во-первых, неспособность быть постоянной ролевой моделью. Во-вторых, неспособность признавать свою неправоту. В-третьих, неспособность давать честные ответы на честные вопросы. Номер 4. Нежелание дать подростку возможность развивать свою личность. Номер 5. Неспособность уделять много внимания важным вопросам и мало внимания неважным вопросам. Номер 6. Неспособность одобрить выбор друзей вашего ребенка. Номер 7. Неспособность дать вашему ребенку право на ошибку. Номер 8. Неспособность обсуждать неудобные темы. Номер 9. Неспособность передать любовь и принятие. Номер 10. Неспособность найти время. Возможно, как и я, вы допускали эти ошибки в воспитании своих детей. Если это так, то я верю, что Бог поможет вам найти лекарство и все исправить. Второй шаг к тому, чтобы пережить исцеление в нашей семье, это не только диагностировать болезнь, но и принять Божие предписания для этой ситуации. В книге Левит, когда в доме находили проказу, извлекали старые камни и устанавливали новые. Иными словами, происходила замена. Я думаю, что это один из способов, как Бог может принести исцеление в наши дома и семьи. То есть нам нужно заменить пренебрежение временем, проведенным с детьми. Есть одна история о том, как один мальчик пригласил своего отца в школу. Это был день, когда дети приглашали своих отцов в свой класс. Пришли немногие. Дети сели в круг и стали рассказывать о своих отцах. Один ребенок сказал так. «Мой папа — юрист. Он зарабатывает много денег, и у нас большой дом». Другой ребенок сказал «Мой папа — преподаватель в колледже, и он знаком со множеством важных людей». И вот наступила очередь того мальчика, который пригласил своего отца. Он сказал «Мой папа». Далее он посмотрел на своего отца, потом улыбнулся и сказал «А мой папа здесь». Присутствие его отца было очень важным. Многие семьи страдают от болезни пренебрежения. Нам нужно убрать камни пренебрежения и заменить их камнями качественного времени с нашими семьями. Во-вторых, нам нужно заменить гнев и насилие словами поддержки и любви. Слова — это огромная сила, особенно в семье. Притча 18 глава, 21 стих. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». Слова могут выражать любовь или приносить разрушение. Слово Божие учит нас любить наших жен и выражать эту любовь. Иоанн Златоуст, один из отцов церкви в IV веке, сказал о стихе из Библии, где говорится о том, чтобы мужья любили своих жен. «Покажите своей жене, что вы цените ее компанию и предпочитаете быть дома, а не за его пределами. Хвалите ее в присутствии друзей и детей. Восхищайтесь ее добрыми делами, а если она когда-либо сделает какую-то глупость, то давайте ей советы терпеливо. Вместе молитесь дома и ходите в церковь. А когда приходите домой, обсуждайте Писание и молитвы. Напоминайте друг другу, что в жизни нечего бояться, кроме того, чтобы обидеть Бога. И, наконец, никогда не обращайтесь к ней только по имени, но используйте ласкательные слова с любовью и почтением. Если вы будете почитать ее, ей не понадобится почтение от других. Мы должны заменить гнев поддержкой, а также горечь прощением. Одна из главных проблем многих семей — это непрощение, горечь и злость. Уберите эти камни из своей семьи и замените их прощением и любовью. Итак, нам нужно диагностировать заболевание, принять предписание, а потом начать принимать лекарства. Иисус Христос — это Божие лекарство для вашей семьи и вашего дома. Он — Князь мира. Он — Спаситель. Он выше всякого демонического духа. И когда вы приглашаете Его в свой дом, то приглашаете все, кем Он является. А еще Он — Целитель. Его тело было ломимо, чтобы принести исцеление в ваш дом. Я так больше не могу. Мне так одиноко. Мама! Нет, перестань! Почему ты от нас уходишь? И куда нам теперь идти? Позвольте доктору Билли Уолсону, президенту Университета Орла Робертса, воодушевить вас, какой бы сложной ни была ваша ситуация, с помощью книги под названием «Зов отца». Пожертвуйте 15 долларов или больше на наше служение, и вы получите эту книгу. Вся информация на ваших экранах. Я проходила ежегодный осмотр и монограмму. Мне позвонили, задали несколько вопросов. Я прошла биопсию. И 3 декабря 2013 года у меня диагностировали рак груди. Хотя я была на ранней стадии, но этот тип рака распространяется очень быстро. Поэтому я пошла на мастектомию одной груди и прошла курс химиотерапии 8 раз. Я потеряла волосы, ресницы, брови. Это было сложно. Очень, очень сложно. Они дали мне одно лекарство. Оно красного цвета. Его называют «красный дьявол». Все вместе — молитва, лекарства, больница, люди, друзья — все это давало мне надежду, в которой я так нуждалась, чтобы бороться и победить рак. У меня нет рака. Сегодня мы говорили об исцелении вашего дома. Иисус приходит в дома и семьи и приносит свое исцеление. Когда приходит Христос, он приносит с собой всего себя. В Библии Иисус назван «скалой». И если вашему дому нужна стабильность, то он даст вам ее. Иисус — хлеб жизни. Если в вашем доме есть жажда или голод, то он может их восполнить. Иисус — это корень Давидов, и он может стать корнем вашей семьи и дать ей будущее и надежду. А еще Иисус — воскресение и жизнь. Поэтому если что-то умерло в вашем браке или в ваших отношениях с детьми, Иисус способен это возродить и заставить свистим. Вам лишь нужно пригласить его. Он стоит у двери и стучит. Пригласите его войти, и он принесет исцеление в вашу жизнь. Если вы хотите больше узнать о том, как получить исцеление для вашей семьи, то позвоните мне прямо сейчас. Наши консультанты помолятся с вами, поддержат вас и попросят Иисуса исцелить вас и ваш дом. Вы также можете зайти на наш сайт. Его адрес указан на нашем экране. Найдите нашу молитвенную стену и расскажите, что происходит в вашем доме. И мы помолимся за то, чтобы Бог послужил вам и принес свое исцеление. Вся контактная информация сейчас на ваших экранах. Я хочу сделать одно заявление. Дом и семья устоят. Мы живем в такое время, когда давление и атаки на семью сильны как никогда. Сатана пытается разрушить дома и семьи. Он прекрасно знает, что так он сможет помешать целому поколению воплотить в жизнь волю от Бога. Но я провозглашаю, на основании того, что говорит Слово Божие, семья устоит, и дом также устоит. Спасибо за то, что смотрели нас сегодня. Это была программа «Мировое влияние». Вы смотрели «Мировое влияние» с доктором Билли Улсоном, президентом Всемирно известного христианского университета Орелла Робертса, находящегося в Талсе, штат Оклахома. Заходите на сайт ORU, чтобы узнать, как получить одну из 65 степеней по онлайн-программе или в самом университете. ORU с гордостью поддерживает движение Empower 21. Чтобы материально поддержать нашу программу, закажите у нас любой товар или пришлите нам вашу молитвенную просьбу. Заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону, который вы видите на экране. Наши молитвенные партнеры всегда готовы принять ваши молитвенные просьбы в любой момент. Звоните и пишите нам. Empower 21 — это всемирная сеть движения Духа по всему миру. Это движение насчитывает сейчас 650 миллионов людей. Empower 21 собирает вместе лидеров, представителей следующего поколения и теологов, чтобы вместе отпраздновать силу Святого Духа и его работу в нашем поколении. здесь жизнь ваша zoохранит. Продолжение следует... Субтитры создавал Duh...